Музыка Выпали в борьбе за советскую власть в расстрелянном доме Советов. Посмертную славу не смогут украсть носители гнусных наветов. Вы с правдой и совестью наперевес пути заступили фашизму, когда он за черными танками лез и зло предавался садизму. Вы смертью своей искупили вину народу, отдавших свободу. Сгорая в огне, объявили войну всему буржуазному взброду. На камне горячая кровь пролилась с тазгустками скорбных ответов. Выпали в борьбе за советскую власть в расстрелянном доме Советов. Приехал 21-го, сразу попал в Белому дому и уже были вокруг Белого дома были созданы такие импульсированные баррикады. Значит, с балкона выступали лидеры, которых некоторых мы знали просто по телевизионным передачам. Но выступали и наши товарищи Крючков, Ампилов. Ночевали мы на баррикадах. Уходили, изредка подмениваясь спать по звалам на семью на полу. Но по первому зову включались на баррикаду, чтобы не допустить. Потому что мнение было такое, что войдет ОМОН и разгонят людей на баррикаде. Конечно, тогда не было никаких представлений о том, что будут стрелять безоружных людей. Я этого никогда не забуду, этих событий. И я хочу сказать, что единственная надежда может быть только на возобновление, на восстановление советской власти только при условии, если удастся поднять рабочий класс. Вот сейчас Российская Министерская Рабочая Партия, в принципе, и занимается подготовкой рабочего класса, для того, чтобы он мог сам себя защищать, сам организовывать свою власть. Только тогда это выступление рабочего класса будет победным. Ровно 20 лет назад, когда уже было ясно, что произошел расстрел, отряд ленинградцев шел от Мариинского к Чипыгину, чтобы показать, что они сломлены, что не забудем, что борьба продолжается. И это место чрезвычайно символичное. Именно по такому поводу. Потому что кто-то отмечает эту дату панихидами, кто-то просто льет слезы. А здесь вот на этих камнях написано, что не жертвы здесь лежат, герои. И мы, конечно, отдавая дань павшим, но прежде всего обращаем внимание, что это борцы, что они не зря отдали свои жизни. Это было чрезвычайно сложное противостояние, потому что мало кто вот здесь стоящих, да и 20 лет назад, на вопрос, кого вы защищаете или на чьей стороне стоите, ответил бы, что мы за Хазбуладова или мы за Рудского. Нет. Речь шла о том, что на верхних этажах, вот в противостоянии ветвей власти, это было сопротивление наступающей диктатуре с коричневым оттенком. Олицетеренные Ельцины моего соратниками, которые все ломали, крушили, рвались капиталисты, им было наплевать на беды народа, и даже вот честные демократы, так их назовем, пытались этому сопротивляться. А внизу, на баррикадах, у костров, у Дома Советов, собирались, слетались лучшие, простые, не обремененные титулами, которые пришли прежде всего на защиту остатков советской власти, того, что еще называлось советами. Вот именно они, на этих фотографиях, именно те, которые были с красными флагами, трудовая Россия, РКРП, РПК, просто советские люди. Вот о чем идет речь. А те герои, которые сначала обещали отстреливаться за последнего патрона, а потом показывали всему миру по телевидению, что вот мой автомат, смотрите, я и не стрелял никуда, да, они и сегодня вроде продолжают геройствовать, кто-то занимает посты определенные, кто-то с трибуны у дома советов призывал сначала к борьбе, называл режим антинародным, переворот фашистским, а потом опять же с телевидения призывал никуда не ходите, проявите спокойствие. Владимир Владимирович Ленин как-то писал вот в одной из своих работ, что невозможно судить о политических партиях в России в 17-м году, не обратившись в памятью к тому, какую позицию та или иная партия или политик занимали в 905-м. То же самое можно сказать о сегодняшней политической политаре России. Невозможно понять, если не посмотрим, что они в 93-м делали, какую позицию занимали. И смотрим, что партия власти это та партия, которая эстафету приняла из рук самого Бориса Николаевича. Он подобрал себе преемника, дальше выборы, парламент, вперед в поход. И сегодня они обладают средствами массовой информации, объясняют, куда, как идти. И вместе с теми, кто тогда призывал не вступать в бой, держаться тихо, спокойно. И сегодня разыгрывают как бы демократию, сидят вместе в парламентах, врезают друг друга от микрофонов, а простые, те, которые погибли, те, которые вступили в борьбу и те, которые остались живы, они как бы с удивлением, с недоумением, с чувством оскорбления смотрят на это. И какой главный вывод из всего этого делается? Пока нет общего подъема, движения выше среднего, значительно выше среднего, пока нет организации масс трудового народа на борьбу, рассчитывать на коренной перелом очень сложно, да, практически невозможно. В 93-м году по законам теории коммунисты и советские люди защищали вообще-то буржуазную, но демократию. Не удалось. Наступление реакции продолжается, это мы видим каждый день. И плоды сегодняшней жизни, они имеют корни именно там. Сегодня лучшей памятью тем, кто погиб, уважением к ним является продолжение борьбы. Но продолжение, говоря словами вождя, вождя, идя другим путем, добиваясь прежде всего умения бороться на каждой фабрике, на каждом заводе, в масштабах всего региона, а желательно с выходом на масштабы России. И эта борьба, она продолжается. Будет революция или не будет, зависит не только от нас. Это факт, это отмечал Владимир Ильич, но он же подчеркивал, вот то, что от нас зависит, мы обязательно должны сделать, и это дело, это работа не пропадут ни при каких обстоятельствах. Поэтому вечная память героям, а нам всем успехов в нашей общей борьбе. Когда был 93-й год, мне было 8 лет. я видел все, что там происходило по телевизору, я не знал, что там происходит, естественно, ввиду своего возраста, но мне было, казалось, тогда очень важным то, что там происходило, как это, может быть, не смешно звучит. Я следил за тем, что происходило, естественно, со стороны властей. Но спустя время я стал задумываться о том, что это было, пытался разобраться и смотреть дальше, откуда это выросло власть и куда она пришла. И, в общем-то, мы должны понять и сделать одни правильные уроки, выводы из этих уроков. А главный вывод заключается в чем? В том, что буржуазная демократия это видимость, это лукавство. На самом деле никакой буржуазной демократии по факту не существует. Она существует лишь настолько, насколько это нужна буржуазия. Насколько она может удержаться за собой. О чем еще можно сказать? О том, что, конечно, нельзя идти на союз с чертом, если ты не уверен, что ты можешь победить этого черта. Сегодня мы видим, как выступают Хасбулатов, как выступают Рудской и другие деятели. И, в общем-то, они о чем говорят? Они говорят о том, что мы-то не принципиально против той системы. Мы, в общем-то, за нее. Мы даже не хотели с ней воевать. Но вот, так сказать, плохой Ельцин, он пошел первому, выстрелил и начал убивать других. На самом деле они такие же, такая же система, буржуазная система. С другой стороны, посмотрим на тех, кто критиковал, кто выступал на стороне Ельцина. По сути, они говорят о чем? О том, что, ну, конечно, это кровь, это убийство, это плохо, но мы же все-таки победили и мы добились новой жизни, все, так сказать, пошло лучше и стало лучше. Однако, посмотрим, вот интересный пример, на днях смотрел канал РБК, сейчас там, как вы знаете, в Америке кризис, ну, в общем-то, кризис политический, не экономический пока что. суть вопроса в том числе заключается в том, что Обама хочет вести, так сказать, страхование на медицину. То есть, сейчас в Америке происходят как официальные данные от 10 до 45 тысяч в год умирает людей, потому что у них нету страховки. Просто нет страховки. Собственно, что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что то, что уже существует в Америке, к этому ведут и у нас в стране. Другой пример. Там вот американский ведущий, он русского происхождения, говорит, у меня знакомая сломала лодыжку. Сколько ей пришлось заплатить? Тысячу долларов. Тысячу долларов за лечение. То есть, это 30 тысяч рублей за перелом. Собственно, в принципе, это то, что ожидает и нас. И в этом контексте я хочу обратить внимание вот еще на что. Вчера вот тоже смотрел новости различные. Вот даже канал НТВ и то анонсировал свой новый фильм, что мы пересматываем итоги Черного Октября. Они уже начинают, так сказать, грубо говоря, подлизываться и говорить о том, что нет, может быть, конечно, Ельца не во всем был прав. О чем это говорит? Это говорит о том, что просто власть опять в очередной раз использует патриотические некие мысли, да, так сказать, какие-то, так сказать, чувства справедливости. На самом деле, конечно, мы не должны обольщаться. И поэтому главная наша задача это бороться и объединяться в трудовые коллективы, в рабочие коллективы. Если мы будем бороться именно за свою власть, за власть трудящихся, тогда мы только и сможем победить. Спасибо. Черный октябрь 93-го года не стал тогда, к сожалению, красным октябрем. Не только потому, что руководство возглавили представители буржуазных сил русской Хасбулатов, и не только из-за того, что ельцинские каратели наускиваемые всякой сволочью развязали беспрецедентный террор. А руководство КПРФ по главе с Дзюгановым своими заявлениями «Сидите по домам!» дезориентировало народные массы, фактически оставив в изоляции защитников Дома Советов. Восстание потерпело поражение в том числе и потому, что среди тех, кто встал на защиту остатков советской власти, не было, выражаясь словами Ленина, железных батальонов пролетариата. А без них невозможно захватить и удержать власть трудящихся. Мы извлекли горькие уроки, но борьба продолжается. Сегодня здесь все мы должны сложить все свои усилия для организации борьбы рабочего класса. сейчас очень важно идти на заводские проходные, распространять газеты, листовки, помогать создавать классовые профсоюзы, работать с ними, вовлекать самых сознательных в политику. Политика это не только участие в выборах. Экономическое требование, как писал Маркс, когда оно выдвигается на национальный уровень, становится классовым, а любое классовое требование есть требование политическое. Пример рабочей политики это кампания за повышение заработной платы, которую проводят профсоюзы МПРА, Новопров, защита при поддержке Родфронт. В ближайшие дни состоится очередной этап этой кампании. Нам предстоит пройти непростой путь борьбы вместе со своим классом. Но только в реальных схватках из буржуазии рождаются железные батальоны, способные водрузить красное знамя над Кремлем. Вечная слава героям! Родфронт! Стройтесь, колонны, стройтесь! Классовый наш Родфронт! Темные силы, стройтесь! Вденьте за горизонт! С нами Ленин и Тельман, за нами рабочий класс! Кто там еще растерян? Выравнивайтесь на нас! Российский Объединенный наш Трудовой, наш фронт, друженик угнетенный, наш пролетарский фонд! Со солитарным словом, правду свою и честь мы завоюем снова, делом сейчас и здесь. Красная забастовка, красный рабочий фронт, нас не обманет ловко жирный хозяйский ход, не запугают лясканием челюстей новые полицаи у мозговых костей, все разглядим во мраке, сделаем свой маневр, не разметаем в драке нашей борьбы костер, свобья ветеринаросов, слитых буржуйских фронт, мы сопоставим просто весь трудовой народ, стройтесь колонны, стройтесь, классовый наш ротфронт, темные силы, стройтесь, сгиньте за горизонт. Хочется сказать вечер добрый, но вечер добрый на самом деле, вечер памятный. Я хочу сказать одно, и, наверное, самое важное, что всякая память выражается действием, да, мы помним, пока мы действуем, и наши действия должны иметь конечный результат, конечную цель. Поэтому на сегодня лучшая память всех погибших товарищей это то, что мы не прекращаем борьбы и идем дальше, идем дальше, осознаем наш каждый шаг, и каждый шаг, в каждый свой шаг мы вкладываем определенную цель. Большая или маленькая это цель, это не сейчас вопрос, вопрос в том, к чему мы идем. И на сегодня очень важно вложить каждому рабочему в его сознание то, что он является частью одного большого рабочего класса, у которого стоит задача вернуть то, что было у него отобрано. И я думаю, что благодаря нам вместе всем присутствующим здесь это будет достигнуто. И когда рабочий класс выйдет на улицы этого города, и когда он заставит буржуя не просто считаться с собой, а скажем так, просто возьмет власть свои в руки, тогда мы скажем, товарищи, мы вас помним, и вот это действие есть наша память. все, Вчера я получил письмо на электронную почту. Из Калининграда молодой юрист прислал свои размышления от размышления юриста о событиях октября 93-го года. юрист Илаев достаточно критично относится к яльцинизму. Статья у него тоже была такая исходя из этой позиции написана. И вот в его размышлениях есть, например, такой факт. Он, как специалист по конституционному праву современному написал, как в современных учебниках, по которым учат студентов, юристов, рассказывается о событиях октября 93-го года. И вот действия Ельцина описываются как силовая легитимизация власти. Объясняется так, что Борис Николаевич Ельцин президент, он доказал свою способность и готовность применять силу, он подчинил себе государственный аппарат. Соответственно, все его действия с точки зрения силовой легитимизации были законными. А действия его противников решения съезда Верховного Совета, даже Конституционного Суда, казалось бы, куда выше, они, хотя с формальной точки зрения законны, но они являются юридическим фантомом, поэтому не действуют. Понятно, да? Вот силовая легитимизация. И, соответственно, вот этот молодой юрист, он пишет, да вот как же так, это же вот все было незаконно, плохо. И он попросил меня написать отзыв на его статью, я ему сказал, ты понимаешь, какая штука, вот, а мы марксисты знаем, что право это что? Это возведенное в закон воля господствующего класса. А мы знаем, что буржуазия, когда ей это нужно, прекрасно сбрасывают вот эту маску добродушно и, соответственно, выбрасывает за борт корабля истории все демократические права и свободы. Но, с другой стороны, вот эта силогая легитимизация это интересный тезис. И я предлагаю каждому из присутствующих его запомнить. И когда придется беседовать и спорить с нашими буржуазными оппонентами, которые критикуют большевиков за мнимый разгон учредительного собрания, за то, что обидели временное правительство, за то, что говорят о диктатуре пролетариата, за то, что говорят революции. А революция, она, да, да, естественно, нарушает действующие законы. Вот вспомните эту силовую легитимизацию ельцинского режима. Прекрасный тезис. Но этот тезис давайте тогда будет работать в обе стороны. Да, локомотив истории движется на крови и костях. И другого топлива, к сожалению, у него нет. Мы будем помнить всех тех прекрасных, в основном очень молодых людей, портреты которых мы видим на нашем митинге. Это герои. Конечно, они остаются в нашей памяти. Но главное, что мы должны вынести из октября 93-го года, это очень-очень большой урок. Урок и тот, этот урок мы должны учитывать во всех наших последующих действиях. И не стесняться, не стесняться слово революция, не стесняться диктатуры трудящихся, о которой мы говорим, о которой мы требуем, о которой мы будем добиваться. Против нас в октябре 93-го года диктатура буржуазии отработала по полной программе. И мы должны ответить. И я уверен, что мы ответим. И на нашей улице еще будет праздник. И герои не будут забыты. Спасибо. Предыдущие ораторы уже говорили о том, что мы должны извлечь урок из того, что произошло 20 лет назад. Потому что те жертвы, те погибшие коммунисты и комсомольцы, были ли они членами какой-то коммунистической партии, или были ли они коммунистами в душе, они будут не напрасны только в том случае, когда из их гибели мы извлечем уроки на будущее. И в первую очередь мы должны помнить, что 20 лет назад в Москве погибла революция. Да, может быть, она была не подготовлена. Вернее, не может быть, а точно она была не подготовлена. Да, люди шли защищать скорее свои идеалы, вынужденные персонифицировать их в тех конкретных представителях власти, тех депутатов, тех руководителей Верховного Совета, которые никакого отношения к этому идеалу уже не имели. Люди шли защищать советскую власть. Я сама в это время была на митинге здесь, в Питере. Мои товарищи комсомольцы, члены тогда еще только появившегося единого российского комсомола, поехали в эти же дни на учредительный съезд в Москву. Я, к сожалению, осталась здесь и участвовала в акциях уже здесь, в Ленинграде. Мы все говорили примерно одно и то же. Мы защищаем советскую власть. К сожалению, многие не понимали, что советской власти уже не было. Что был буржуазный парламент, да, молодой, но уже буржуазный парламент. Большинство членов которого думали не о не о нас, не о стране. Они думали о своем личном будущем, о безопасности, о сытости этого будущего. И поэтому революция, в главе которой мы сами поставили этих людей, она, понятное дело, была обречена. Даже если бы наши товарищи смогли взять какую-то часть Москвы, взять власть в Москве, все равно она была бы предана этим людьми. Потому что они готовы были ее уже предать, они готовы были идти на любые переговоры с Ельцином. И урок мы должны извлечь в первую очередь, который говорит о том, что такие серьезные дела до конца можно довести только тогда, когда во главе вот этого восставшего, самодеятельно восставшего народа станет все-таки какая-то серьезная организованная коммунистическая сила. Единая коммунистическая сила, которая сможет взять на себя ответственность за дальнейшее движение этой революции. За то, куда и каким образом пойдут эти люди. За то, как будет взята и организована власть. К сожалению, в октябре 93-го года такой силы не оказалось. Мы все прекрасно помним, как Геннадий Андреевич Зюганов фактически предал людей, призвав своих товарищей уйти из Белого дома. И хотя немногие его послушались, но поддержки от КПРФ уже не было. Мы все видели, что да, Российская коммунистическая рабочая партия старалась, но у нее тоже не было сил. И даже наши ленинградские события, когда мы шли уже вот в дни еще до 3-го октября, когда мы шли по Каменностовскому проспекту, я прекрасно помню, как мы остановились, нас остановил ОМОН на мосту. И в принципе, ну конечно, можно было бы начать какие-то активные действия, но опять-таки не было лидера. Постояла толпа и потихонечку разошлась. Может быть и хорошо, что не было лишних жертв, но это показатель все-таки, что лидеров, к сожалению, несмотря на то, что были представители лидеры коммунистических организаций, единой лидерской силы, единой организатора, к сожалению, не было. еще надо обязательно помнить, когда мы говорим, что мы не забудем, не простим, надо помнить персонально, кому мы не забудем и кому мы не простим. Надо помнить, как повела себя армия, на которую мы рассчитывали, которую мы еще тогда считали народной армией. Основная масса, ну те, кто принимает решения, старших офицеров, давайте будем говорить честно, они струсили, они боялись за свои погоны. И когда надо было прийти на помощь оставшему народу, никто этого не сделал. Да, конечно, не было особо большого количества желающих участвовать и в расстреле Белого дома, мы тоже это помним, что там использовали столько наемники фактически за огромные деньги. Но тем не менее, армия, которая должна была остановить кровопролитие на улицах Москвы, на которые смотрел весь мир, не участвовала в этом. Просто отсиделась где-то у себя в углах, там, в своих медвежьих углах. Мы тоже должны это помнить. Мы должны помнить, как мгновенно народная милиция превращалась в народную полицию, которая есть в антинародную полицию, кем она сейчас уже открыта стала. Это было именно в октябре 93-го. И именно тогда мы вдруг увидели, еще начиная с мая, майские события, многие помнят, первомай, но в октябре 93-го мы уже увидели, что такое настоящая полиция и как она действует. Мы должны это помнить. Мы должны помнить, к сожалению, наших, скажем, ну так, скажем, сегодня кое в чем наших товарищей, наших либеральных оппозиционеров, с которыми мы очень часто стоим бок о бок на митингах. Да, мы стоим, но мы не должны забывать, что это они призывали растоптать гадину в лице наших товарищей, которые здесь сегодня на плакатах. И они не отказываются сегодня от этого. Это надо помнить, когда мы будем завтра выходить с ними на одни баррикады. Стоит ли поворачиваться к ним спиной и каково их отношение к настоящей красной народной революции. Это тоже мы должны помнить. Поэтому в первую очередь, конечно, извлечем уроки из этого. Объединимся. Мы должны понимать, что все-таки все левые, все коммунистические организации должны объединиться так или иначе. Может быть, это случится не сегодня, не завтра. Но без единой руководящей силы никакая красная, никакая левая революция, к сожалению, невозможна. Поэтому это, вот это понимание будет самой лучшей памятью нашим товарищам, чьи портреты мы сегодня видим здесь. И чьи лица мы даже никогда уже не узнаем. И молодых ребят, и не очень молодых. Будем их помнить, будем помнить их подвиг. И постараемся в следующий раз не совершать этих ошибок. Спасибо. 20-й раз мы приходим на эту площадь. 20-й раз мы отмечаем память погибших. Но это, до этого мы делали одни. А вот в этом году в связи с 20-летием этих событий откликнулись на эти события и либеральные, и буржуазные, и правительственные средства массовой информации. И мне было очень интересно посмотреть на эту реакцию. Потому что преемник Ельцина очень часто сейчас говорит о том, что вот были лихие 90-е, был произвол, был разбой, а теперь у нас стабильность, у нас законность. И что ему мешало, вроде бы, сейчас, в связи с 20-летием этих кровавых событий, высказать негативную оценку поведения Ельцина и тех, кто стоял за его спиной. Но получилось немножко иначе. Конечно, вот тут уже упоминали, НТВ более-менее объективную вчера показала передачу, документальный фильм. Но тут же первый канал в лице Медведева, журналиста, показал фильм, который, конечно же, более иезуитский, более изощренно фальсифицирует события октября 93-го года. Уже нельзя говорить, что герой России, рядовой Ситников, погиб от взрыва гранаты, которую запустили защитники Белого дома, осаждавшие Останкина. Но он же говорит о том, что, скорее всего, он погиб от подствольной гранаты. Хотя ясно, что таких автоматов с подствольными гранатометами не было у тех, кто пришел в Останкина и добивался законного эфира. Ну, меня больше всего, конечно, поразил тот поединок у Владимира Соловьева, где, с одной стороны, собрались те, кто участвовал на стороне Дома Совета в событиях октября 93-го года, а с другой стороны на трибуне сидели их противники, либералы, генерал Куликов и так далее. Но я не буду все перипетии этого поединка, этой многочасовой передачи пересказывать, но я хотел бы обратить внимание на один момент, что уже и Русской, и другие, которые сидели, они говорили, что да, конечно, вот во всем виноваты действительно руководители Верховного Совета и сам лично Ельцин, что вот они не сумели договориться, что существовал нулевой вариант и что можно было бы найти мирный выход из этого кризиса. Да, был такой нулевой вариант и даже было решение съезда народных депутатов 10-го внеочередного съезда о проведении в начале 2000, извините, 1994 года выборов одновременных и президента, и нового парламента. Но кто же выступал и кто выступал за и кто выступал против этого варианта? Они забывают о том, что с самого начала Ельцин говорил, что указ 1400 не будет отменен, нулевой вариант не будет реализован. А самыми активными защитниками Ельцина и противниками нулевого варианта были представители демократической России, которые сидели вчера за этой трибуной и сожалели, что была развязная гражданская война и не сумели найти мирный выход из этого конфликта двух ветвей власти. Я понимаю, что на митинге трудно раскрыть все аспекты этой сложной, тяжелой, трагической истории, которая состоялась 20 лет назад. Но я хочу отметить один момент. Вот когда здесь говорили, что да, все это буржуазная демократия и как бы она является фальшивой, иллюзорной. Не надо забывать, что большевики шли для того, чтобы утвердить буржуазно-демократическую республику в нашей России. И тогда в 1993 году мы тоже шли за советскую власть и за демократические конституционные ценности. Мы понимали, что фактически идет борьба между двумя отрядами буржуазии национальной и компрадорской. Мы понимали юридически, что да, речь идет о том о парламентской республике советского типа либо о президентской. Вопрос решался. Но мне кажется, что одна газета вчера выразила очень четко идеологическую суть этого конфликта. Не вот в этих деталях, о которых сейчас может быть многие и забыли, а в той сущности, которая звучала сегодня на митинге. Я имею в виду российскую газету, я даже ее простирую, я специально ее принес. Правительственная газета, правительственный эксперт пишет вот такие вещи. В 93-м году президент Борис Ельцин не имел права проиграть. Точно так же, как не имели права проиграть болтунам во временном правительстве император Николай II или большевикам Колчак с Денитином. Но они проиграли, а Ельцин победил. Все познается в сравнении. Демократы во главе с Ельцином в немалой степени добились того, за что сражались белые армии. Я думаю, это правильная оценка. Действительно, идейно, идеологически Ельцин и те, кто за ним стоял, в том числе прикрываясь демократическими знаменами, выступали в роли Деникиных и Колчаков. И также свирепо расправлялись с защитниками Конституции и демократии, в том числе не только с коммунистами, не только с патриотами, но и с теми демократами, которые тоже были там и на баррикадах, и внутри Дома Советов. И вот эту классовую правду классового врага мы не должны забывать. Это очень правильная оценка. И мы, как тут уже говорил Семен Борзенко, должны понимать, что все вопросы решаются силой, в том числе классовой силой. И то, что было осуществлено в отношении защитников Дома Совета, они должны понимать, что рано или поздно им это все аукнется. Аукнется, потому что нет в истории, нет в человеческой морали прощения палачам. Я советую, вот недавно вышла книжка Валерия Шевченко. Он провел большую исследовательскую работу, пытаясь найти имена тех полутора тысяч человек, которые погибли тогда в октябре 93-го года. Кого расстреливали на стадионе, забыл уже, как он называется, Асмарал, потом, по-моему. Кто погиб на верхних этажах в огне этих танковых пушек, которые якобы стреляли бомбанками. Кто погиб на баррикадах, вот кого надо помнить нам всегда. А если мы их помним, то мы не должны иметь в своей душе ни сострадания, ни прощения палачам. И нужно требовать, чтобы правда об этих событиях стала достанием не только нашего круга лиц, но и всего народа. Тогда нам легче будет добиться той конечной победы, за которой мы все выступаем. А то, что мы победим, другого нам просто не дано. Спасибо. Товарищи, мы должны дать четкую оценку того, что произошло в 1993 году. Ельцин и Клика совершили открытый террористический захват власти. За их спину стоял крупный финансовый капитал. фашизм. Мы знаем, что буржуазное государство это диктатура буржуазии, но эта диктатура может принимать разные формы. Она может принимать формы буржуазной демократии, и тогда она прикрывается законным правом действовать обманом рабочих. А есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических слоев финансового капитала. Она называется фашизм. Такое определение ей дал Георгий Димитров. Поэтому Ельцин, правительство его, те либеральные деятели, которые поддерживали его, типа Явлинского в 1993 году, те военнослужащие, которые вели огонь по Верховному Совету, являются фашистскими преступниками. И мы должны требовать суда над фашистскими преступниками. Если современное государство, современная власть не хочет их судить, если они продолжают сидеть в парламентах, законодательских собраниях, служить в вооруженных силах, значит эта власть является наследником фашистского режима Ельцина. Поэтому мы должны понимать, что буржуазное государство по сути своей не отвечает интересам пролетариата. Она в любой момент может сменить буржуазную демократию на фашизм для того, чтобы уничтожить рабочее движение. И для того, чтобы победить ее, чтобы уничтожить навсегда необходима диктатура пролетариата. А для того, чтобы осуществилась диктатура пролетариата не годятся буржуазные формы государственной власти. Нужна особая форма диктатуры пролетариата власть советов, то есть власть рабочих, формируемая в трудовых коллективах. Другой формы диктатуры пролетариата быть не может. Спасибо. Ротфронт. Костя Калинин, восьмиклассник одной из московских школ. Помогал баррикадникам у дома советов. 4 октября с многочисленными пулевыми ранениями схвачен, зверски сбит и расстрелян изуверными ельцинистами вблизи стадиона Красная Пресня. Хранили костью всей школой. Наталья Петухова студентка третьего курса Московского технологического университета. Была удивительно разносторонней девушкой. Писала стихи, песни, рассказы. Занималась несколькими видами спорта. Снималась в кино в качестве каскадера. В октябре девяносто третьего года вместе с группой единомышленников доставляла лекарства, предовольствия и свечи в блоке Верховного Совета. Была тяжело ранена возле телецентра Останкина третьего октября. Схвачена ОМОНовцами и доставлена в 111-е отделение милиции города Москвы. Там после изуверских пыток убита фашистскими палачами одиночным выстрелом в затылок. Отец нашел обезображенное тело дочери в одном из моргов, забитых телами защитников Конституции. Игорь Остапенко морской офицер заместитель командира части по работе с личным составом. В ночь с 3 на 4 октября он возглавил группу из нескольких десятков добровольцев из части которые ехали на помощь Верховному Совету. Они были преданы командирам части и задержаны по пути попавши в засаду. Морлодой офицер погиб стабильным оружием в руках. Он остался верен воинской присяге и пытался спасти своих товарищей. похоронен на родине в Казахстане. На месте гибели на народные средства был установлен скромный памятник герою. Генерал Вареников вручил свою звезду героя Советского Союза матери Игоря Викторовича Остапенко. Остапенко. Редактор субтитров Корректор А.Егорова